Уважаемые коллеги, прошу внимательно послушать, по крайней мере, очевидца всех последних грозных и благоприятных событий. На встрече с президентом, за последнее время их было четыре, я открыто сказал, мы падали дважды с Горбачевым и Ельцином. Мы все вместе должны все сделать, чтобы не развалиться третий раз, когда на нас обвалились и санкции, и кризис, и войны, и многое другое. Я особо хочу подчеркнуть, что ремонт Конституции это самый принципиальный вопрос. Три советские Конституции, Ленинская, Сталинская и Брежневская, по сути дела, собрала воедино страну в форме СССР, одержала победу, прорвалась в космосе, создала самую благоприятную социальную систему, лучшую науку и образование. После того, как эти идеи были преданы и протащены Ельцинской Конституцией, которая насквозь пропитана кровью защитников советов, гарью войны в Чечне и развалом целых отраслей производств, мы обязаны все сделать, чтобы новые поправки в Конституции укрепляли страну. Поэтому ваша задача, что эта Конституция поправки должна гарантировать сохранение страны и укрепление нашей государственности, принимается с пониманием. Я хотел бы подчеркнуть, что ремонт этой Конституции давно назрел. У нас и Илюхин, и Лукьянов, и Харитонов, и Савицкий носили целую серию поправок и по контролю власти, носили предложения о Конституционном собрании, законе, но говорили, не время, не нужно принимать. Нас предыдущая Конституция не уберегла ни от одной беды, и вы это ощущаете каждый день. И в принципе Конституция это договор народа и с государственной властью, который должен соблюдаться, и прежде всего исполнительной властью, сплошь и рядом нарушается суть социального государства. Мы считаем, что прежде всего надо уберечь от развала вертикали власти и управления. Если Горбачев рушил КПСС, потому что КПСС была не партия системы управления, то это всем было ясное преступление. Ельцин расстрелял советы для того, чтобы приватизировать фактически всю страну. Мы сейчас должны все сделать для того, чтобы укрепить вертикаль власти, народное представительство и контроль законодателей за исполнителями. Если посмотрите в этой Конституции, даже при этом ремонте, у нас появляется семи власти. Президент, Государственный совет, Дума, Совет Федерации, Совет Безопасности уже там появился свой небольшой вице-президент. Если одновременно смотреть Конституционный суд для один человек, это тоже скорее политический орган. Все зависит от того, кто будет первым лицом. Пока есть авторитетное лицо, будут слушаться и подчиняться. А если окажется не авторитетный человек, то каждый будет растаскивать свою сторону, плюс национальные кланы и плюс олигархические кланы. И выявите тот же вариант, который погубил советскую страну. Поэтому мы должны 10 раз взвесить, прежде чем принимать решения. Я к Карелину с большим уважением отношусь как к человеку и спортсмену. Но параллельно разваливать три ветви власти могут только те, кто собирается посеять смуту в стране и полностью подчинить ее анархии, которая сейчас гуляет по многим площадям и улицам. Наша позиция предельно проста и конструктивна. Мы в принципе поддержали послание президентов, где говорилось необходимо 4 триллиона отправить на социальные нужды. Это вынужденное решение со стороны президента и правительства. Правительство не собиралось выделять эти деньги, но страна вымирает, надо максимально помогать. Мы не голосовали против правительства Мишустины. Недавно встречался, обсуждал, что будет в ее отчете. Там появились целые крупные программы развития производства и промышленного комплекса, который вносил Гордеев, Кашин и Харитонов. Появилось там новые технологии, электроника и так далее. Появилось образование, которое может обойтись без ЕГЭ. Мы будем внимательно следить и помогать в реализации этих планов. Мы проголосовали с трудом за первым чтением. И мы поддержим первую таблицу, хотя многое в ней нам не нравится. Но мы одновременно внесли 15 поправок. А всего мы внесли 108 поправок. Четверть примерно, даже больше. Но 15 поправок считаем ключевые, которые позволят решить многие проблемы. Но я обращаюсь к Единой России. Мы хотели, чтобы вы услышали голос народа, потому что Конституция это диалог, это договор с народом. Чтобы вы услышали тот ропот, который идет со всех регионов. Мы вам предложили закон о национализации. Он изменил бы кардинально социально-экономическую политику. Во всех странах есть, а нам, оказывается, не нужно. Мы предложили программу прогрессивного налога. 20 ведущих стран мира, только у нас ее нет. Мы предложили вам поддержать наш закон об обороте нефти. Есть и по газу, и по электричеству, земельный, водный, лесной кодекс. Но это, оказывается, не нужно, хотя это дало бы нам большие преимущества. Мы предложили по пенсионной реформе Смолин заморозить этот возраст. Вы отказались это сделать. В воровство голосов идет сплошь и рядом на выборах. Тоже отказались. Мы предложили, чтобы судебная система была судебной, а не инквизицией. Тоже отказались. Прожиточный минимум, минимум 25 тысяч и минимальная зарплата. Тоже отказались. Пошли на горячее питание, но до третьего, до четвертого класса. А дальше, как хочешь, и выращивай свою ребенку. Что мы поддержали в принципе, и считаем это исключительно важно. Для нас целостность страны это главная задача. Пока Ельцин-центры стоят у нас посреди России, не будет целостной страны. Этот гадюшник давно надо убрать. Вы хоть характер проявите в этом плане. Мы договорились о преемственности тысячелетней истории, начиная с государства Российского к Советским Союзам. Это, кстати, одна из самых принципиальных позиций, потому что Украина разваливается прежде всего, потому что они разорвали связь времен, советскую эпоху зачеркнули, а нацисты и бандеровцев поставили во главе государства. Для нас это тоже тема актуальна. Мы наставили на том, что страна победы. У нас семь побед, которые обеспечили мы все дети победы. Смотрю фильм «Ржев. Антисоветщину» и «Антирусский». Фильм «Поставить под главный праздник». Это казалось и Тихого Дона, а никогда Шолохов не был антикоммунистом. И то умудрились. Посмотрите наши информационные программы, что они делают с великой советской эпохой. Мы наставили на русском языке государствообразующем народе, включили в язык неводражаемый. Но я вам говорил, в МГУ дали у журналистов диктант, простой диктант. 8 из 10 по 24 ошибки сделали абсолютно безграмотные люди инопланетчане. Это приговор системы ЕГЭ. Почему нам нельзя было записать твердо и ясно в той же самой? Говорили о духовности, культуре. С удовольствием я слушал и смотрел эту встречу. Но посмотрите на нашу рекламу. Давайте примем поправку Листьева о том, что на государственном канале не будет этой навязчивой рекламы, разрушающей все на свете. Профинансируем мы эти деньги. Это будет всем разным подарок, в том числе и в связи с юбилейными мероприятиями. Труд, семья, дети, экология. Сейчас вот вносят поправку приоритет детей. А почему не записать, что главный приоритет государства, семья, дети, забота о женщинах и стариках. Это ключевая задача любого социального государства. Верховенство законов, в принципе, там в одной 15 статьи одно написано, в другой другое. Кстати, это придется поправлять обязательно. А контроль, расследование и прочее. Мы не используем эту форму. В целом, все это относится к некоторым позитивным двигам, что вызывает особую озабоченность и тревогу. Мне вызывает то, что нет нормальной выборности. Когда вам дают дополнительные права, а Совет Федерации в основном начальниками формируется, когда Госсовет тоже будет и так далее, когда, чтобы попасть в губернатора, надо пройти порог, то нет этих элементарных выборов, которые дают нам возможность выдвинуть нормальных людей по соревноваться и провести их в законодательные органы. Если этого не будет, ситуация будет только осложняться. Поэтому мы настаивали и будем настаивать. Это касается и судов. И мы не вылазим из судов. Более жесткой инквизиции, чем нынешние суды, я не встречал. Даже народные предприятия не можем отбить. Надо защитить своих талантливых руководителей. Ведь я вас просил в прошлый раз, когда по-дерибаски, соформируйте комиссию. Вместо того, меня пять месяцев судили только за то, что я внес абсолютно конструктивное предложение. Ключевой вопрос Конституции – национализация. Или мы примем это решение? Приватизация и национализация являются два главных инструмента управления экономикой. Их все используют. У нас даже нет закона и боятся в Думу записать главное. Мы самая богатая страна, недра в море, но присвоили ее 200 кланов. Я же вам десятый раз повторяю, 20 триллионов продаем на 20 триллионов сырья. Больше восьми нет в бюджете. Никогда не было такого рабства в нашей державе. Давайте примем, кто нам мешает, запишем, что недра принадлежат народу, и каждый получит свою долю. Русские, если националы не поймут, что исчезновение русского ядра – это трагедия для всех и развал территорий, тогда будет действительно беда. Кавказ это ощутил и острее другого понимает. Поэтому мы должны эту тему регулярно проводить и не стесняться отразить Конституцию. Пенсионная реформа – кто нам не дает приостановить? Есть полная возможность, можно и записать статью. Максимальный возраст для женщин – 55, для мужчин – 60. Дальше все будут снижать пенсионный возраст. Это доказано и прекрасно это понимают. Народные предприятия, коллективные. Вы все здесь сидели, показывали, рассказывали великолепно. Я вас приглашал, комитет Кашина посещал. Кто нам не дает поддержать коллективные форумы? Здесь были блестящие слушания. Нам традиционно семейные предприятия, колхоз и прочее. Почему мы не можем защитить то, что держит нашу экономику, соответствует коллективным форумам об организации жизни на наших гигантских просторах? Уходят и от этого вопрос. Дети войны. Ну как мы пойдем на встречу в 75-й годовщине, когда 7-9 тысяч в деревне и 12-14 в городе? Ну как мы можем? Копейки. И не хотят. Сбербанк выкупает собственный банк за сумасшедшие деньги, распечатает кувышку и так далее. Это просто недопустимо совершенно. Минимальная зарплата. Ну кто может прожить за 12-130? Еще раз вам повторяю, мы 95-е по мировой таблице, выше нас Мексика, ниже нас Папуа, Гвинея, Африканская. Все европейские страны имеют 2-3-5 раз больше, чем мы. У вас есть возможность, проголосуйте, мы вносили абсолютно решаемые задачи. Люди увидят, что заботятся о нас, помогают нам и решают эти проблемы. Социальное государство. Никогда не будет социального государства при таком финансировании науки, образования и здравоохранения. Никогда. Или вы пятый рубль вкладываете, или у вас ничего не получится. Тогда давайте принимать разумные решения. Не просто голое заявление, что у нас социальное. Оно там было записано. А у нас им и не пахнет. С каждым новым бюджетом решение социальное государство просто разваливается. Мы настояли, мы подготовили. Синельчика уготовила наша команда. Закон о конституционном собрании. Я обращаюсь к председателю. Поставьте его в первую очередь. Он введет процедуру работы над Конституцией в конституционные нормы. По конституции надо проводить референдум. Вы замечание делаете? Два месяца рассматривали. 47 аэропортам присваили звание. Полгода в три тура. А мы принимаем ключевой документ за два месяца. И говорим, ах, какое счастье. Проверили, 9 десятых и не читали. И не понимали, что стоят за этим формулировок. Ну, можно пропихнуть. Но если вы хотите, чтобы завтра не оспорили, надо принимать закон о конституционном собрании. Он прекрасно сделал. Надо ввести в это соответствующее русло. Надо все сделать для того, чтобы государство укреплялось и доверие граждан к нашей работе. То же самое было укреплено в результате этих мер. Если люди не увидят, что мы им помогаем, что мы о них заботимся, что мы принимаем решения, то будет еще более худшая обстановка. Я считаю, что очень важно продумать и госсовет. Это был совет мудрецов, а не лизоблюдов, подхалимов и подчиненных. Иначе породим еще один флюс, от которого будет только хуже. В плохом состоянии местное самоуправление. Или мы отдадим треть средств, или там никакого местного самоуправления не будет. И еще раз обращаюсь к вам, система партий. У нас нет устойчивой системы политических партий. У нас Дума работает более-менее производительно. Администрация президента напекла 17 партий и посадила на наш фланг только для того, чтобы одурачить, растащить и еще раз протащить тех, кто провалил все финансовые и другие ресурсы. Досрочные выборы в 210 раз. Три системы власти, если разваливаются, дальше будет господствовать хаос. Мы воздерживаемся от окончательного голосования по одной причине, что Конституционное собрание готово. Добавьте минуту. Наши 15 поправок прошли должным образом. Мы посоветуемся с гражданами и после того, как окончательно закончится ваше голосование. Спасибо.